Добрый день, дорогие любители растений! Вот и лето пролетело, нас оставив позади. И в саду вовсю хозяйничает осень, каждый день меняя декорации и выводя на сцену новых актёров. Розы заканчивают своё победное шествие, и настало время для героев второго плана. Осенние месяцы – время расцвета теплорастущих злаков, и сегодня я представлю вам просо-противидное. Просыпается эта травка поздно, в конце мая. Главное в это время не выпалоть её вместе с газонной травой. Отличить его можно вот по таким пушистым листочкам. К июлю на концах стеблей появляются салатовые кисточки соцветиями. А к августу распускаются пышные метёлки и покрывают весь цветник тонкой вуалью. Сквозь неё по-новому заиграют осенние многолетники. Просо-противидное считается многолетним растением, но в моём саду ведёт себя как однолетник. Сеется там, где хочет. Вот здесь вылезла прямо в мощении. А тут – на Альпийской горке. Растёт просо практически на любых почвах. От песка до тяжёлых суглинков. Да и кислотности нетребовательно. Разве что на очень кислых почвах с рододентронами и вересками не уживётся. А в бедной земле, как говорят, она дальше лучше проявляет свои сортовые качества. Окраска листьев становится ярче. Особенно у сорта Рикбраун. Подкормок и полива оно тоже не требует. А эффект просто потрясающий. Одним словом, это просто идеальное растение для ленивого сада. И как же мы применим его в дизайне нашего сада? Это растение из высокотравных прелий США, которые когда-то покрывали большую часть Северной Америки. Поэтому идеально просо подходит для цветников в природном стиле, так называемой «новой волны» или удлифианских цветников. Высокорослые сорта, такие как хэви метал, чаще используют как растение второго плана. А такие низкорослые, как у меня, растут в качестве бордюра. Вот у меня здесь по краю розария. Можно использовать его и как солитер. Но при этом не забываем, что трава теплорастущая просыпается очень поздно. Поэтому, чтобы до мая не смотреть на пустоту, подбираем ему компаньонов, овсяницу или щучку, ранние многолетники. Мне очень нравится снимать эту тонкую паутинку по краю розария. Полюбуемся еще немного. А чтобы любоваться ей подольше, я всегда добавляю просо в осенние букеты. В таком виде оно может стоять лет пять, не меньше. Не забывайте про эффектные злаки и злаковые травы в своем саду. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.